неподалеку от моего участка привольно раскинулся замечательный сосновый бор это ленточный бор он по-своему уникален и частенько я хожу в него прогуляться многие люди гуляя в лесу в последнее время замечали что лес относится в последнее время людям мягко сказать настороженно и это не мудрено очень много вреда к сожалению мы люди нанесли лесу и вот однажды со мной приключилась в этом лесу такая история я был на мотоцикле поехал в лес заехал подальше как я люблю это делать подальше от цивилизации за реку за барнаулку и там выбрал поляночку наподобие вот этой остановился на этой поляночке и день был отличный теплый и просто прилег прямо на травку и решил немножечко погреться на солнышке погода была отличная птички поют вот как сейчас примерно и вот я лежу так полудреме на этой поляночке комарики немножечко подпискивает но не очень сильно они мне мешали мухи какие-то вокруг тоже немножечко жужжат и лежу отдыхаю и вдруг внезапно где-то в метрах примерно визуально точно не скажу ну где-то метрах в ста рядышком а в лесу очень хорошо слышно резко-резко захрустели сучки как будто кто-то продирался сквозь чащу интересно подумал я в эту пору в лесу никого быть не может лосей тут последнее время нету и так далее да и зачем лось полезет в чащу зачем ему там продираться когда лес довольно редкий сосновый наш бор и он спокойно может пройти где ему удобно в последнее время не попадаются мне даже следы и вот раздался треск потрещал потрещал такой я даже вставать не стал честно сказать ну кого здесь в этом лесу опасаться и продолжал лежать дальше не прошло и буквально полминуты как точно такой же треск еще ближе и еще громче уже послышался прямо с противоположной стороны я продолжал лежать но это меня уже начало настораживать что такое как будто кто-то вокруг меня ходит и специально шумит этот странный треск случаев сначала с одной стороны потом с другой очень меня заинтриговал создавалось такое ощущение как будто кто-то хотел меня напугать и или возможно даже прогнать с этого места и из леса вообще но однако я уходить из леса не стал а решил с неведомым хозяином леса подружиться ну вставать мне было лень я на солнышке пригрелся и почему-то мне пришел на ум случай когда немножечко леший меня путал в лесу я так подумал про себя вдруг это снова леший какой-нибудь или еще что-то и я ничего мне не придумал как взял и мысленно обратился уже неведомому хозяину леса с такой тирадой примерно что я человек прохожий зашел в лес отдохнуть полежу сейчас на солнышке погреюсь никакого вреда лесу не доставлю наоборот я всячески стараюсь при случае мусор убирать и никогда ничего не порчу в лесу не ломаю все такое и вот я мысленно обратился неведомому хозяину леса решим еще как угодно и что самое интересное после этого как-то все сразу стихло и стихло настолько что даже комарики вокруг меня крутились и раз и комарики исчезли и мухи исчезли то есть я спокойно полежал еще на полчаса на травочке погрелся на солнышке и не комары не мошки ко мне приставать перестали такое вот интересное совпадение я полежал отдохнул на солнышке стал поднялся мысленно поблагодарил за заботу то есть хозяина леса что он мне не помог отдохнуть спокойно даже комариков от меня видимо отгонял так мне показалось сел на свой мотоцикл и поехал спокойно домой и вот этот простой случай запомнился мне своей какой-то вот этой непонятностью когда я встал перед тем как уезжать я не поленился обошел вокруг этой поляночки посмотрел чаще смотрел следы какие-нибудь если лось так от него следы остаются даже вот на такой почве видно это очень крупное животное или косуля какая-нибудь иногда забредают вот сюда но очень очень редко сейчас уже тоже тут не стало но ничего не нашел никаких следов не было никаких поломанных веток от которых шел бы треск или еще чего-то подобного уже не было то есть вот этот загадочный шум так и остался загадочным но я по-прежнему частенько хожу в лес и при случае не отказываю себе в удовольствии и полежать на травке солнечную погодку погреться на солнышке что может быть лучше так что спасибо лесу за его доброту